Так, начинаем четвертую серию. Предлагаю вашему вниманию четвертую серию. Видео Москва из окна автомобиля. Сразу хочу сказать, что сегодня день военно-морского флота. Поздравляю всех мореманов России. Начинается парад. Главнокомандующий поздравляет всех с праздником. Ну а мы выезжаем на улицу Борисовские пруды и обратите внимание. Повернули направо. Двигаемся в сторону Каширского шоссе. С левой стороны за деревьями Борисовские пруды, водоем. Сейчас будет подборка серий, которая пройдет, маршруты пройдут по Каширке, по Каширскому шоссе вернее, по Нахимовскому проспекту, по Севастопольскому проспекту. Это уже другие серии будут. Калужское шоссе, потом Новорижское, затем по улицам города и вернемся вновь на Варшавское шоссе и Каширское шоссе. Но это будет уже в последующих сериях. Серии будут примерно по одному часу. То есть какие-то фрагменты ваших заявок фрагменты будут в этой подборке показаны. Движение будет по Москве, по области. Налево был поворот на Каширку прямой, но сын решил поехать в объезд, чтобы не стоять на на светофоре пробки. Экономит каждую минуту. Ну вот объехал, сэкономил примерно минуту-две. Объезжаем. Район называется Москворечье Соборова. Ну и вот с левой стороны Каширское шоссе в сторону центра. Движение в сторону центра. Встречное движение это на... это в сторону МКАДа. Чуть попозже отвечу на сообщение. Прочитаю. К сожалению, не могу оперативно отвечать на вопросы. Занят интернет или компьютер. Поэтому прошу не сердиться. Так, ну вот он уходит на объезд. Впереди пробки. Едет по Яндекс.Навигатору. Поэтому решил объехать по улице Москворечье. Потрясающая картинка. Вот этот военно-морской парад. Красота в белоснежной одежде. В белоснежной форме офицеры. Я сразу одним глазом туда и туда смотрю. Так, вот под Каширкой проезжаем. Если двигаться прямо, то попадем в Царицынский рынок. Там радиорынок. Район Царицына. Я не знаю, слышно или нет. Это внук мой там песни поет. В деда весь. Погода пасмурная. Но видимость безумительное полотно. Сухое. Интенсивность движения. Абсолютная. То есть практически заторов нет. Но это, я говорю, он объезжает Каширку. Каширское шоссе. Смотрю на картинку в телевизоре. И гордость за страну просто непередаваемая. Бравые мариманы. Еще раз поздравляю и ветеранов, и действующих. Те, кто учатся в военно-морских училищах. Всех, кто имеет отношение к военно-морскому флоту. Так, ну а мы теперь движемся по дублеру или по параллельной дороге. Параллельной Каширскому шоссе. Сейчас подъезжаем к перекрестку. Светофор направо. Это улица Кошкина. Улица Кошкина. Это конструктор. Генеральный конструктор советских танков. Мало о нем, что известно. Улица Кошкина, она не продолжительная. Метров 700, наверное. И вливается в Каширское шоссе. Улица Кошкина в честь нашего гениального конструктора танков. Улица Москворечье. С правой стороны за домами идет Каширское шоссе в сторону центра. Оно в две стороны идет. Так, я, наверное, приостановлю трансляцию. Просто захватывающее зрение и зрелище по телевизору. И министр обороны, и главком военно-морских сил. И потрясающие личности. Улица Москворечье. Ну а сейчас, я говорю, мы двигаемся по улице Москворечье. На перекрестке, на светофоре, значит, будем пересекать Пролетарский проспект. Вот я заранее говорю. Пролетарский проспект, который вливается или переходит на Дроповский проспект. Главком идет вдоль. Потрясающая картинка. Я думаю, вы, наверное, смотрели военно-морской парад. Пролетарский проспект. Вот впереди Пролетарский проспект. Налево двигаться в сторону Царицына. Я не знаю, слышно или нет трансляцию. Я сказал, налево, значит, в сторону Царицына. На улицу Липецкая, которая соединяется с МКАДом направо. Пролетарский проспект. Пролетарский проспект перейдет в проспект Андроповский проспект. Или проспект Андропова. Как точно не знаю. Кстати, этот перекресток раньше пересечение потоков проходило по поверхности. Пробка собиралась просто невероятная на несколько километров. Потому что на участке примерно 300 метров. Четыре светофора стояло. Четыре светофора. Сейчас два светофора ликвидировали. Вот мы пересекаем Пролетарский проспект. Этот район относительно новый. Недавно эти дома построили. Наверное, лет пять тому назад. Дома практически новые. Я имею ввиду высотки. С правой стороны пятиэтажки, которые пойдут под снос. Реновация жилья. Тут не видно, к сожалению. Улица Москворечья. Кажется. Нужно будет заехать по делам. Кратковременно заеду. Не буду это показывать. Уже выезжая, снова включу картинку. Снова выезжаем. На улицу Москворечья. И проедем направление в сторону Каширского шоссе. С левой стороны огромная перехватывающая парковка. Тут и автобусы. Огромная стоянка. Можно оставить автомобиль. Дальше двигаться на метро. Большой торговый центр Москворечья. Впереди показалось Каширское шоссе. С левой стороны метро Каширское. Вот оно. Тут две станции. Одна с этой стороны. Другая с противоположной стороны Каширского шоссе. Не попали на зеленый. Вот оно Каширское шоссе. Если двигаться прямо, пересекая Каширское шоссе, Вы попадаете на проспект Андропова. Проспект Андропова, по которому, если повернуть налево, будете двигаться в центр. Направо. Проспект Андропова перейдет плавно на Пролетарский проспект. Ну и далее со всеми, как говорится, остановками. Вот синий автобус. Это муниципальный транспорт. Там действуют все льготы для пенсионеров. Для льготной категории людей. Потому что на всех остальных коммерческих видах транспорта У них свои правила. Они из пенсионеров берут деньги. И с участников. Со всех. Дорогие службы. Уважаемые друзья. Сегодня военно-морковод решает не только предупрежденные для его задания. Но и достойно отвечает на новые виды. Вот это значимый слайд с боевым терроризмом, терроризмом. Ну, кстати, вот на больших троллейбусах и автобусах тоже действует пенсионное удостоверение. Не знаю, как для льготной категории людей. Ну, тронулись. Значит, сейчас налево. И двигаемся в сторону центра. Там дальше. Успеем проскочить. Успел. С правой стороны сейчас его не видно. Рынок. Рынок. Продовольственный рынок. Он еще действует. Но там все продает. И продукты питания. И одежду. Все. Я не знаю, видно будет или нет. С правой стороны по ходу. Это онкологический центр. Самый знаменитый в России. Не знаю, видно будет или нет. Но если увижу, я не подскажу. С дороги его не видно будет. С дороги не видно. С левой стороны давно, сейчас уже не помню в каком году, террористы взорвали жилой дом. Еще называлась эта рубрика, что ли, взрыв дома на Каширском шоссе. Вот где-то в этом районе. Погибло много людей. Погибло много людей. Постепенно начинаются заторы. Потому что на Каширское шоссе выезжают автомобили с Нахимовского проспекта, на который мы будем сворачивать. Поэтому такой небольшой затор здесь. С правой стороны, сейчас покажу, вы увидите строительный рынок. Называется Каширский двор. Но его можно будет рассмотреть, потому что и с правой стороны потом развернемся и с левой стороны он будет. Вот это здание с правой стороны в углу. Это и есть строительный рынок Каширский двор. Их несколько таких рынков в Москве. Называется Каширский двор и в самом городе, и за МКАДом. Но должен сказать, это очень дорогой рынок. Очень дорогой рынок, где я не отовыриваюсь. Вот этот с левой стороны торговый центр тоже построили недавно. Не знаю, покупает он себя или нет, потому что находится в стороне от автобусных остановок. Но бог с ним, это их дело. Вот рекламные счеты, конечно, они... Но по этим счетам рекламным я чуть позже выскажусь. Вот он строительный рынок Каширский двор. Но скажу, что очень дорогой. Вот впереди Нахимовский проспект. Очень много гостей. По-моему, с Латвии или с Литвы автомобиль. Ну вот мы на Нахимовском проспекте проезжаем под Каширским шоссе. Далее будем проезжать под Варшавским шоссе. Вот тоннель, видите, это под Варшавским шоссе. Варшавское шоссе. Тоннель. Это Нахимовский проспект, повторяю. Кто хотел посмотреть, вот фрагмент Нахимовского проспекта. Он будет не полностью... Он будет не полностью до Севастопольского, по-моему, проспекта. Сейчас посмотрю по карте. Я постоянно путаю Севастопольский и Симферопольский проспект. Ну, пока двигаемся по Нахимовскому проспекту. От Каширского шоссе. Кстати, если двигаться в обратную сторону, Вы попадете на Антроповский проспект. Дороги стали значительно лучше по сравнению, например, 5-7 летней давности. Сейчас в более-менее приличном состоянии. Мы назначены для дороги с диверсерно-террористическими силами, в отговоре фунток базирования и ближних подходов к лесу, а также для оказания содействия по граничной службе при защите морской государственной границе России. Катера этого типа выполняют задачи по обеспечению безопасности сильных олимпийских игр в Сочи и экономических форумах Санкт-Петербурга. Сочи и экономических форумах Санкт-Петербурга. И по май месяц включительно. Движение гораздо хуже. Но еще немного, и движение по Нахимовскому проспекту закончится. ...океанским ракетно-ядерным и способен защитить национальные интересы Отечества в любой точке мирового океана. Параги волнят и свято чтут традиции и истории российского флота, который рассчитывается более 330 лет. В парадном строю проходят по крыме катера типа Рафта, построенные на Юнинградском судостроительном заводе «Пелла». Это самые быстроходные корабли в составе военно-морского флота. Нахимовский проспект в перспективе пересекает Правсоюзную улицу. И тянется практически, по-моему, до Кутузовского проспекта. Так, какое же название-то, ёлки-палки. Так, это... Уже как-то Севастопольский или Севастопольский проспект повернул ты? Да, Севастопольский. Ну вот, подъезжаем к Севастопольскому проспекту. Сын подсказывает. Я их путаю. Севастопольский, Симферопольский... Севастопольский, да? Севастопольский. 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 Вот такой вот гид из меня. Севастопольский. Вот. 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 Подвердил... Кстати, интересно слышно, нет? Это телевизор. Ой, какая красота. Так. Не успеем. Так. Не успеем. Так. Патрульный катер из состава Тринской военной морской базы проносит боевое знамя первые горка над Кашаковой первой степени. Были сидеть, помогать комментировать. потихоньку толкаемся здесь и вместо разворота такая поверхностная верховая развязка без тоннелей без ничего поэтому собирается периодически не периодически а постоянно затруднения такое и автобусы и троллейбусы разворачиваются и автомобили нет слава богу тронулись двинулись поехали как правильно сказать так уходим с нахимовского проспекта ну вот направление в сторону области достаточно плотное движение но в основном из-за светофоров но по московским меркам это называется летим что здесь примечательного я не знаю я брать не буду потому что лично я очень редко бывал здесь сам я не ездил по проспекту наверное не ошибусь лет пять но На северном плоте, в гавани Североморска, профилактические ракетные корабли, подвозки, в том числе атомы, ракетные корабли. Самое интересное, что и личности, вроде авиации, ракетный двигатель, адмиралтельный институт на Ивусалле. Сейчас находится мой коллега Тимур-Сиразии под тренажей Тимур-Сиразии. Доброе праздничное утро! У нас, Анатолий, сейчас порядок еще впереди, только что, буквально, к нашему реанимству, к нашему институту, к нашему институту, они были на Магище первым, поэтому он поприветствовал моряков, поздравил, и видишь, что сейчас моряков расходится, но на этом породку закончился. У нас прекрасные возможности видеть сначала движение, то есть, как часть этого парада, вот корабли, которые будут участвовать в параде, они выстрелят один в дороге, и мы идем в северном плоте, в северном плоте, видите, это корабли, мало ракетных кораблей, стральщики, погоничная служба, атомная подводная лодка, вот движение от светофора к светофору, не удается попасть в так называемую зеленую волну, или не отрегулированы светофоры, не рассчитаны торговые центры, какие-то театры... Грозаторы в основном на светофорах. Так, движение свободное. Непредвиденный затор, непонятный затор. Это более-менее похоже на движение по Москве. Слава Богу, тронулись, двинулись. Или работа светофоров. Одновременно загорается на всех перекрестках. Те, кто организовывает движение по городу по башке. Не надо давать. Те, кто организовывает движение по городу по городу по городу по городу по городу по городу. Нет организации движения, нет. Сколько автомобилей стоит, вынуждены простаивать. Выхлопные газы. Я иногда смотрю, но у меня есть такая возможность просматривать атмосферу над центром города. Я в спальном районе нахожусь и видно, как сизое облако висит над центром города, если нет ветра. Но начинается ветер от движения воздушных масс, то видно, как сдвигается это сизое облако. На сколько стояли, я светофор включился на 20 секунд. Пересекаем Балаклавский проспект, по-моему. Или авария случилась здесь. ДТП, наверное. Но все равно это не причина для такого затора. Организаторы движения, их надо давно уже в топку отправить. Организаторы движения, их надо давно уже в топку отправить. Сколько секунд будет гореть зеленый? Не рассмотрел. Так, но здесь, по-моему, движение будет шустрее. Если не ошибаюсь, тут далеко уже нет светофоров. Ну, недалеко же МКАД, Московская кольцевая автодорога. Здесь я повторю, что насколько позволяет мне поймать, светофоров значительно меньше. Лесной массив. Очень хорошая дорога в плане того, что и деревьев много, и движение не очень интенсивное. Так, но тут, по-моему, будут несколько светофоров. Ну, немножко проехали, скажем так. Отвели душу без... Так, вот это с правой стороны фирменные магазины по продаже автомобилей. Тут, например, Аудио. Официальный дилер по продаже автомобилей. Ну, тут, как правило, и техцентр, сервисное обслуживание. То есть, все, что необходимо для автомобилистов марки Аудио, тут можно получить. Ачейки. Этот район я практически не знаю. Здесь, может быть, бывал за все время. Может, пять-шесть раз. Так, пришел помощник. Пусть он теперь все это рассказывает. На, где находимся, я не знаю. Ну, я тоже так сразу не соображу, где мы находимся. Вот, ну, выехали вот на Севастопольске. А, это ты продолжил с того момента, да? Ну, вот уже проехали... Что-то такое, я не знаю, что за район. Ну, тут, по-моему, уже недалеко МКАД. Ну, да, я с Севастопольского уходил. Ну, перед самым МКАДом свернул... Свернул Севастопольского... Куда сам не знаю, да? Или куда глаза... Куда навигатор вел. По Яндексу? Да. Многие ругают Яндекс.Навигатор. Ну, не знаю, я им доволен. Да, иногда он... Верно. Иногда он заводит в пробочке. Но вот мое личное мнение, почему происходят такие ситуации... Вот, кстати, это дорога с Севастопольского Свердного. Буду сейчас МКАД пересекать. Почему он заводит в пробке? Потому что... Это чисто мои догадки. Мои, скажем так, логические заключения, что ли. Едет автомобиль по Яндекс.Навигатору. Яндекс.Навигатор считывает скорость передвижения всех устройств, которые пользуются Яндекс.Навигатором. Зачастую... Ну, огромное количество Яндекс.Навигатором пользуются таксисты. У них есть возможность езды по выделенке. Соответственно, выделенка свободная. Таксисты пролетают по ней. Яндекс.Навигатор понимает, что здесь свободно. И можно направлять туда... Ну, остальной поток людей, понимая, что вроде бы там свобода. Но когда там остальные машины приезжают на эту улицу, то там оказывается пробка. А вот припаркованные автомобили. Что припаркованные? Вот он припарковался, Яндекс.Навигатор. Как он его воспринимает? Ну, ты когда припарковываешься, ты же выключаешь Яндекс.Навигатор, ты же не ходишь, понимаешь. А если не выключаешься? Такого постоянно выключил. Я говорю, несколько раз попадал в такую ситуацию. На проект первого проезда стоял 800 метров до кошерки. Стоял там два с лишним часа. Ну, в общем, я никому же не навязываю свое мнение. Это чисто мое вот такое умозаключение. Может, у Яндекса как-то по-другому эта схема работает. Мне кажется, так. Вот сейчас вот слева мы либо уже проехали, либо будем проезжать. Мне интересно было. Первый раз видел это здание. Оно какое-то заброшенное было. Розового цвета. Некий санаторий в Москве. Какого цвета? Здание розового цвета, по-моему. Такое бледно-розовое, выгоревшее здание. И вот мы, по-моему, еще не доехали до него. Что там интересного? Да ничего, просто привлекло внимание. Цветом? Да, цветом архитектуры. Большое здание. Просто, ну, огромное здание. Заброшенное, неиспользуемое. Никак полезное, неиспользуемое. Ух ты. Если там, ну, конечно, отправляют кого-то в этот санаторий, хотя я не думаю, что... Вот он, по-моему, мы подъезжаем, по-моему. Вот это слева? Не-не-не, это ангар какой-то. А, во-во, вон он как раз. Во-во, во-во, во-во. Ну, это, по-моему, для спецконтингента. Ну, не знаю. Вот оно на картинке, может быть, кажется такое всё яркое, там, красивое и так далее, но когда вживую на него смотришь, оно некое вызывает... Ну, тут лучше не останавливаться и лучше не интересоваться, я так думаю. Вообще, я знаю, что в этом районе находится некая больница для особо высокозанимающих должности. Ну, может быть. Там, для правительства и так далее, вот где-то в этом районе она находится. Но это точно не она была. Это был санаторий, я прочитал, успел прочитать на вывеске, что это был санаторий. А что за район это? Ну, это, ну, юг, юго-запад, получается, где-то в районе между Севастопольским и Ленинским. Ну, по пьяной дороге такой выезжаю, сейчас буду выезжать. Это в сторону МКАДа, что ли? Да, в сторону МКАДа, вот сейчас, по-моему, буду поворачивать. Ты чего остановился? Надо было ехать, машина же поехала. Ну, я не стал ускоряться, я лучше потеряю 30 секунд. На светофоре. Чем ускоряться и совершать аварийную ситуацию. Я с ребенком ехал. Какая-то причина? Ну, нет, себя тоже немножко жалко. Это не ты пошел? Нет, только мы не зарубаемся уже. Первые такие солнечные, жаркие деньки в Москве в 2017 году. Не говори. Вот дожди, дожди, дожди. Да хоть бы дожди уже дышать нечем. Вон, на улице паспорт на дыхотище. Дышать нечем. Долгий светофор здесь был. Чем неудобен вот этот видеорегистратор, не зная, что на какой улице находишься? Ну, это можно будет комментировать, когда едешь сам. Но вот в этой поездке я не мог. Еду с семьей и мне комментировать, где я нахожусь, как-то не очень удобно было. Отвлекался бы. Давай, трынди что-нибудь, я не знаю. Я уже все свои слова, которые знаю, я уже все сказал. Ну, а че трындеть? Стоим на светофоре, ждем. Сейчас эти развернутся, если есть следующие, мы поедем. Сейчас обратил внимание, такие вот поворотники. То, что поворотники, реснички, они не просто горят, а как-то в движении. Знаешь, такое... Постепенно загорающиеся, по полоске. Бегущие такая. Да, да, да. Кстати, во сколько мы... Я не знаю, по-моему, правильно здесь время выставлено, да? Это сейчас 12.30. Вот в 12.30 мы выезжали из Москвы и уже умудрились постоять в пробках. В 12.30 дня народ в пятницу уже начал выдвигаться... Да, это пятница. Народ начал выдвигаться в сторону дач, в загородных своих. Это на Калужское шоссе, да? Да, да, да. Мы поедем по Калужке. Там, кстати, я слышал платные участки, что вы сделали? Или нет? Нет, мы поедем сейчас по бесплатному. На обратном пути я попал на платку, потому что ехал не в сторону дома, а ехал на другую дачу. Это вот мотыли, по-моему, да? Для этих, для дальнобойщиков? Нет, это мы еще в пределах Москвы. Это с замка дома, да. Вот. И на обратном пути... Меня это просто поразило. За 10 километров 300 рублей заплатить. Ну, это... Это просто обдирало... Нет, ну, ехты подорожали. За годные дома подорожали. За бугром недвижимость подорожала. Ты как хотел. Вот мы сейчас будем пересекать МКАД. Чуть дальше. Там вот это интересно, в тоннеле или по поверхности как-то развязка? Развязка по поверхности. А, вот построили. Вот это что, МКАД? Ну, да, это развязка МКАДа. А, вон впереди МКАД, да, понятно. Это съезд, нормально. Или выезд на МКАД. Не, ну все-таки эти развязки, они значительно... Вот мы проезжаем под МКАДом. Значительно разгрузили, потому что... Дополнительные вот эти развязки? Да, они очень разгрузили эти бабочки. Есть сейчас на многих развязках альтернативные варианты. Можно по бабочке съехать, а можно вот по такому... По пандусу. По стандартному, по пластическому. Так, это же мы в Московской области, да? Да, пересекли. Подожди, а этот, Новая Москва, она попадает вот в этот? По-моему, да. По-моему, попадает. По-моему, это считается новой Москвой. Ну, то есть, пока еще пределами Москвы. Я особо не изучал этот вопрос, куда там Москва разрослась. Такой поток этих... И фуры, по-моему, пошли уже. И мне показалось... Это Калужская, да? Шоссе? Да, да. Это Калужская. Это Калужская. Это Калужская. Дорога вся хорошая была. что здесь по федеральной, что там. Дальше мы съехали. Мы съехали на Малую Бетонку и по Малой Бетонке. Это это ракадная дорога река, которая ЦКАТ называется, что ли? Малый Бетонок. Ты ее имеешь в виду? Ну, не знаю. Там же есть Малое Бетонное Кольцо, Большое Бетонное Кольцо. Вот мы поехали по Малой Бетонке. Ну, может, это и есть ЦКАТ. Сейчас вот ЦКАТ делают. Вот там уже были серьезные ДТП. Узкие они, центральные Кольцевые автодороги. Но она здорово все-таки разгрузит НКАТ, должна разгрузить и центр, потому что многие проезжают в Московский регион и вынуждены были просто заезжать на НКАТ. Ну, вот я ехал обратно с Калушки, ехал в Рузовский район. И я поехал, я поехал по Платке до МКАДа, по МКАДу доехал до Новорижского, и уже съехал на Новорижское, и поехал в сторону Рузы. Ну, что, тебе этот Яндекс, что ли, пишет? Смартфон? Угу. Ну, то есть место. Ну, особо тут комментировать нечего. Ну, что, переходы, что ли, подземные, слева-справа? Угу. Ураистка, пельмени. Я переводил бабушку через дорогу. О, молодец. Через МКАД, вдоль. Через МКАД. Не поперек, а вдоль, да? Ну, да. Он главком стоит за Путиным, видишь? Будет волчаром, блин. Это, не дай бог, так он попадется. Так, ладно. Это по телевизору сейчас показывали кадры от открытия парада. Я невольна. Так, отвлекся. Ну, что? Москву покинули, суд, далеко еще до съезда. До съезда нам километров 25-30, наверное, было. То есть еще далековато. Ну, а что ж, раз уж заговорил про кадры ВМФ, сегодня у нас последние. Я уже поздравил это самое в начале видео, я поздравил всех нариманов с праздником. Ну, я сам себя тогда поздравляю. Тебя сын поздравил, а тебя я поздравил. Кстати, главстаршина. Главкорабель старшина. Ох ты, господи. Отец солдат, блин. Все, Михаил, перед тобой по стойке смирно становиться, что ли? Нет. Это шутка. Где этот певец маленький? Ну, он уснул, по-моему. Да, уснул, но он всю дорогу проспал. А мне рассказывал, машины большие видела, самосвалы, это намешалки, фантазер. Так, ну вот, Кавушское шоссе. Кто просил, я уже не помню, сейчас заснять. Ну, движение по Москве и области. Несколько серий будет посвящено вот именно этой тематике, Москва и область. Ну, и по заявке Ирины будет что-то показано. Еще я сейчас забыл логин. Кстати, заявка поступила тебе по Бульварному кольцу проехать. Мы сегодня вечерком попробуем простроить маршрут какой-нибудь интересный по Москве. По Садовому кольцу. По ночной Москве прокатимся. Ну, загадывать не будем, просто так скажем, наметим такие мероприятия. Я боюсь слова планировать говорить. Как говорят в народе. Хочешь рассмешить Бог, расскажи ему о своих планах. Поэтому и дальние поездки не загадываю, и, наверное, своей верной. Ну, что-то строительство не будет. Ну, расширять ее не смысла, по-моему. Разметку бы, конечно, не мешало бы нанести горизонтальную. Ну, вот рекламные щиты, конечно, хоть тут и не так часто напиханы, но они раздражают. Кто-то из подписчиков интересовался. Так, это в следующей серии поговорим. Закончилась эта серия. Так. Продолжение следует...